Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео я расскажу о том, на что стоит обращать внимание при покупке и выборе гитары в магазине или бас-гитары. Любой человек, который смотрит мой канал, следит за моим контентом, наверняка сталкивался с этим вопросом выбора инструмента, моделей определенных. Если вы новичок, вам это будет супер полезно, и даже если вы не новичок, это будет тоже полезно. Расскажу о том, на что обратить внимание, если вы пришли уже в магазин, как проверить инструмент, как определить качество, какие критерии выбора существуют гитар. И эта инфа будет полезна, если вы не хотите нарваться на брак, например, или на какой-то не очень качественный инструмент. На данный момент времени я работаю в музыкальном магазине и каждый день сталкиваюсь с тем, что помогаю людям выбрать им гитару, первую, вторую, третью. Но, как правило, эти люди новички, как правило, это первая гитара. И всегда они не знают, на что обратить внимание, не знают, хорошая ли эта гитара, реально. Если им не показать и не проверить при них, не объяснить им, сами они не смогут это сделать. И для таких людей это видео будет супер полезным. Начнем. При выборе инструмента существует четыре основных критерия оценивания и понимания, нужно ли оно тебе. Цена, функционал и удобство, внешний вид и звук. Начнем с цены. Это, как показывает практика, главный критерий. И прежде чем купить гитару, прежде чем что-то сделать, надо сначала оценить, а сколько я могу выделить на это денег. И зачастую этот критерий выставляется на первое место. Сначала цена, мы определяем границы, после этого мы уже в рамках этих границ смотрим далее. Музыкантов, новичков часто волнует вопрос о том, стоит ли покупать для начала дорогой инструмент или обойти с дешевой палкой. На самом деле здесь существуют две стороны медали. Первая материальная. Конечно, если вы музыкой не зарабатываете, для вас это супер хобби какое-то, там 26 место занимает списки ваших интересов, то можно купить и дешевую палку. Но есть и психологический вопрос. Психологический момент. Дорогой инструмент всегда способствует интересу, способствует игре, он кайфовый сам по себе, он качественно звучит, его удобно брать в руку. Вообще это круто, дорогой инструмент, нежели какая-то супер дешевая палка, которую забросить не жалко, и человек может и забросить по этому. Соответственно, здесь субъективно, каждый выбирает сам. Но если новичок купит дорогой инструмент, в этом не будет никакой ошибки, это вполне нормально. Наоборот, он будет его как-то подтягивать, тянуть вверх. Второй супер важный критерий – это удобство и функционал. Что эти два слова под собой подразумевают? Удобство, в первую очередь, то, насколько вам удобен гриф, насколько вам удобно держать гитару. Это вес гитары. У каждого человека свои критерии. Нельзя тут прямо подогнать все под одной какой-то панацею придумать. У каждого человека свой взгляд на мир и кому-то удобен такой гриф, кому-то такой. Главная задача в том, чтобы подходил именно вам. Если человек говорит, что это супер удобная гитара, что она очень крутая, она легкая. Не факт, что для вас это будет так. Лучше самому попробовать и понять, удобно ли. Также часто новичков интересует вопрос – тяжесть инструмента влияет ли на звук. Бытует такое мнение, еще старое миллион лет этому мнению, что чем гитары тяжелее, тем лучше звук. На самом деле это бред. Легкая гитара – это круто. Скажу честно, чем легче гитара, тем лучше. И на звук это никак не влияет. Старые инструменты, например, японские Fender или Aria Pro 70-х годов, очень классно звучащие, супер инструменты. Сам играл. Они супер легкие, но при этом обалденного качества. После удобства идет не менее важный критерий – это функционал инструмента. Это то, насколько он способен выполнять задачи, поставленные перед им, именно вами. То есть для ваших задач, насколько он подходит. Это сложный критерий. Его способны осознать, как правило, более опытные музыканты, которые четко знают свои цели, четко знают звук, которые они хотят. У них сформировалась личность музыканта, более-менее в какой-то степени. Новичку сложно осознать это, потому что он входит в мир музыки только. Он не знает еще, что есть такое, есть такое, есть очень много разных сторон. И без опыта этот критерий достаточно сложен. В графу функционал мы можем включить такие параметры, как количество струн 4, 5, 6, количество ладов часто в современном мире стало довольно-таки важным параметром. И электроника, схема электроники, пассив или актив. Мензуру я не буду говорить, потому что 3, 4 стандартно для новичка нет смысла заморачиваться, 3, 4 это норм. 4, 5 или 6 струн. Начнем. Значит, тут существует два подхода, консервативный и либеральный. Консервативный подход гласит о том, что не стоит заморачиваться и усложнять себе и так нелегкий путь бас-гитариста, а купить себе 4 струны и не париться совершенно играть, потому что 4 струны это классика, на 4 струнах можно сыграть любое произведение практически и быть счастливым человеком на земле. Это первый, консервативный подход. Отчасти он правильный, но не все так просто, как показывает практика. Есть и подход либеральный, который гласит о том, что каждый человек не похож друг на друга, у каждого человека есть свои личные индивидуальные качества, индивидуальность. Каждый человек индивидуальность. Соответственно, я же не могу сказать четко, например, вам, что для вас только 4 струны. Может быть, вы гений, может быть, вы за 3 месяца сможете освоить 6 струны баса и играть как потетучий. Я же этого не знаю. У людей разные возможности, разные запросы. Соответственно, здесь работает либеральный подход. К примеру, если человек горит 5 струнным инструментом, но он новичок, у него басист любимой группы играет на 5 струнном инструменте, он хочет играть. В этом не будут ошибки. Тут либеральный подход будет очень кстати. И на самом деле, мне больше нравится даже второй подход, потому что все люди индивидуальности, и я не знаю ваших возможностей. Может быть, для вас будет лучше 6 даже струн. Поэтому вы смотрите тут, исходя из своих желаний в первую очередь. И начать даже на 6 струнном инструменте, это не будет супер ошибкой. И 5 струн, может, тем более. Вот так вот. Далее следует небольшое, но важное дополнение. Оно состоит в том, что 5 струнные инструменты дороже, чем 4 струнные. И в недорогом сегменте найти 5 струнный инструмент хороший гораздо сложнее, чем 4 струнный инструмент. И вообще на рынке 5 струнных гораздо меньше. Я поизучал рынок поддержанных инструментов, посмотрел, что продают, и новых то же самое. И оказалось, что 4 струнных гораздо больше. Соответственно, чисто математически можно высчитать пропорции, что хороший инструмент среди 4 струнных найти проще, потому что их больше физически, нежели из 5 струнных. Соответственно, здесь второй момент выбора. Я уже не говорю про 6 струн, которые в бюджетном сегменте вообще суперсложно найти. Едем дальше. Выбор электроники. Актив или пассив? Вопрос, который мучает сердца людей, которые выбирают себе гитару или бас-гитару, довольно часто. Давайте разбираться, пассив или актив. Актив. Начнем с актива. Что значит активная электроника? Это электроник, в котором встроен преамп, предусилитель, который формирует частотные характеристики вашего звука, прежде чем отправить его на конечный усилитель, ваш комбик. В чем плюсы и в чем минусы? Давайте с плюсов. Начнем с первого. Первый плюс – это довольно широкие варианты настройки. Всегда можно подкрутить середину, низ, верха. Вы не нуждаетесь в предусилителе каком-то внешнем. У вас он уже есть. То есть вы можете играть с преимуществом в линию. И в линии вы подкрутить звук можете. Например, не хватает низа, подкрутили. Это тоже плюс. Далее. У активных инструментов более высокий уровень выхода. Они более громкие, мощные. И за счет частот еще можно усилить их. И часто в них есть бустер. Они хорошо подойдут для более тяжелых направлений. Из минусов что можно ответить? Наличие батарейки, которая садится. И, как правило, это происходит в самый неподходящий момент. Например, на концерте нужно это все менять. Далее. Каждый темброблок, каждый усилитель имеет свои заводские настройки. И имеет свой окрас. Который может сильно брать на себя в сторону электроники. То есть убивать звук настоящего инструмента. Инструмент может хорошо звучать, но электроника все равно искажает и делает свой окрас. И у каждого преампа, особенно дешевые, этим могут славиться. Они могут очень много брать на себя. Иметь какие-то свои частотные... Например, может немножко серединка быть задрана в этом эквалайзере. И низов может не быть. То есть постоянно надо подкручивать. Этот момент тоже... У меня в свое время был Ибанес с R900 долгое время. И меня очень бесило то, что в нуле у меня не было практически низа. То есть у меня надо было постоянно крутить низ, чтобы какой-то низ появлялся. Это меня очень бесило. И после этого я себе купил пассивную схему. Но это, как говорится, кому что. Это кому что нравится. Пассивная электроника. Это значит, что звук вашей гитары, сигнал идет напрямую в комбик. Без всяких преобразований и изменений. В чем плюс и минусы этой схемы? Первое. Плюс. Это простота. Простота настройки. Не нужно забивать себе голову всякой информацией про частоты. Воткнулся и играешь. Если инструмент качественный, он уже звучит. Далее. Плюсы. Отсутствие батарейки. Не надо ничего менять. Инструмент в любом случае будет звучать. Дешевизна. Инструменты более дешевые. Найти качественный проще. Среди недорогих. Это тоже все плюс. Из минусов лично для меня их нет. Но если так отмечать, то проблема с игрой в линию. Хотя так считается. На самом деле я не испытываю проблем. У меня в линию инструмент звучит отлично. Пассивные все. Но считается, что актив дает более возможности. Широкие в этом плане подкрутки частот. Где-то низа, например, не хватает. Подкрутил. Окей. Так считается. Это минус. И также минус еще. Если это можно назвать минусом. Уровень сигнала ниже. Что касается ладов. То, конечно, в 21 веке все больше и больше 24 ладов становится актуальней. И мне кажется, что 24 ладов это плюс. Если в инструменте есть, то функционал его будет шире. Лично для меня. Для новичка я не знаю. Смотря какой новичок. Опять же, может вы вундеркинт и вам 24 мало. У каждого своя индивидуальность. У каждого индивидуальность. Поэтому для меня лично 24 норм. Это хорошо. Если есть 24, это гуд. 21 фендерский уже маловато. Уже не так круто. И что касается лада без лада. Ну, понятно, что если вы новичок, то, конечно же, лад. Потому что для того, чтобы играть на без ладе, нужно, во-первых, достаточно точно уметь играть. Достаточно иметь хороший слух. Знать позиции. Знать более-менее хотя бы какие-то основы игры на ладовой гитаре. Выработать какую-то память мышечную хотя бы минимально. И на без ладе сразу это делать довольно сложно. Поэтому, естественно, скорее всего, это будет лад всегда на 100%. Без лада очень специфический момент. Как правило, это для людей, которые четко знают, что хотят такой звук. Знают, где они будут его использовать. И что он оправдает себя. Поэтому для новичка однозначно ладовый. Следующий критерий выбора, я считаю, очень важным, это внешний вид. И не надо мне говорить, что гитары не выбирают по внешнему виду. На самом деле, это супер важный параметр. Потому что здесь очень много психологических моментов. Тем более, если вы артист и музыкант. Этот инструмент должен вам подходить внешне. Должен подходить к вашим габаритам. Должен подходить к вашему стилю игры. К вашей манере исполнения. Инструмент должен быть не слишком большой для вас, не слишком маленький. Это важно. Как вы будете смотреть с ним на сцене. И вообще, чисто внешне, он должен радовать. Он не должен вызывать отвращение. Как он выглядит, какие чувства он вызывает. От этого тоже будет психологически зависеть ваша музыка и ваши отношения. Поэтому инструменты выбирать по внешнему виду это норм. Последний критерий на сегодня, о котором пойдет речь, это звук. Самый неоднозначный, самый сложный для понимания. По одной простой причине, что у каждого человека свое понимание звука. К примеру, приведу пример. Человек в детстве, скажем, ему уже много лет. В детстве он играл где-то там, где-то дома, на чердаке стоял старый какой-нибудь рояль, старая пианино. И у него было звучание определенное. Он с детства привык к нему. Он запомнился. Он учился на нем, например. И у него запомнился это через гены, через внутренний мозг. Вот этот звук. И он дальше будет искать подобный звук при жизни уже. Придет там в 50 лет, выбирает себе инструмент какой-нибудь. Он хочет вспомнить молодость, например. И он будет искать именно этот инструмент. Именно звучание вот того. И для него это будет норма. И так же с любым другим человеком. Запомнил такой звук, для него это норма. У каждого свое понимание звука. К тому же, я это точно знаю, звук часто зависит от музыканта. Не часто, а почти всегда на 99% от того, кто играет. Даже из самой дешевой палки при правильном подходе, при правильными грамотными руками, грамотной головой можно добиться крутого звучания. Поэтому звук для новичка, это параметр, наверное, на четвертом месте будет стоять. Переходим ближе к практике. Вы определились с тем, что вы хотите, с функционалом, с ценой. Пришли в магазин, перед вами много инструментов. Все. На что стоит обращать внимание? Ну, даже если в интернет-магазине находится. Не важно. Сейчас, в 2019 году, важно понимать цену в долларах инструмента. Объясню почему. К примеру, перед вами висит акустика за 10 тысяч рублей. И вы думаете, вау, 10 тысяч рублей, ничего себе, она крутая уже, уровень такой, уже не совсем начальный. Но по факту это 150 долларов. Гитара за 150 долларов. Соответственно, эту гитару можно расставить как начальный уровень, 150 долларов. К примеру, 5 лет назад такая гитара стоила тоже 150 долларов, но, грубо говоря, плюс-минус, но она уже стоила 5000 рублей. То есть, это уже был начальный уровень, 5000 рублей. Но сейчас она стоит 10. Цена определяет качество гитары. Чем гитара дороже, тем у нее лучше качественные материалы, качество дерева, фурнитуры, качество сборки, качество контроля. Все это лучше. Соответственно, вероятность того, что с этой гитарой произойдет какие-то неприятности вследствие повышения влажности или, к примеру, изменения климата при транспортировке, они ниже. Но они тоже есть. Даже дорогие гитары, они могут, ну, какие-то у них может быть изменения в дереве, какие-то неприятности. Например, какой-нибудь бугор вылезет или на грифе, не дай бог. Или, например, лады тоже. Дерево подсохнет, материал накладки и грифа подсохнет, и могут лады вылезти. Даже дорогие гитары этому подвержены. Но гораздо менее, чем дешевые. У дешевых это практически нормальная тема. Это норма, когда, например, немножко вылазят лады. Но об этом чуть-чуть подальше. Первое, на что стоит обратить внимание, крашенность накладки грифа. Если вы видите, что она покрашена, например, в черный свет, это говорит о том, что дерево не очень хорошо подобрано. Может быть, даже не то, что заявлено, непонятно какого. Может быть, даже это и палисандр, но настолько плохого качества, что его просто закрасили. Возьмем второй вариант более дорогого инструмента. Видно, что материал подобран по рисунку дерева. Видно, что палисандр довольно качественный, равномерный. И это гораздо лучше. Второй момент, на который можно обратить внимание, это лакировка. Лакирована ли гитара или нет. Лак влияет на звук. Современный лак, который делают сейчас, влияет на звук. Он глушит инструменты. И у многих профессиональных музыкантов есть критерии выбора. Это поменьше лака. Но сейчас такое время, что почти все гитары лакируют. Потому что это защита дерева. Они приводятся издалека. И это транспортировка. И лак всегда защищает дерево. Но это-то да. И дорогие гитары лакируются. Это не то, чтобы проблема. Но иногда бывает так, что ее прям сильно заливают. Так, что она же блестит, отражается все, что вокруг. И это тоже плохо. Это скажется на звучание инструмента. Поэтому лучше выбрать с умеренным количеством лака. Вернусь немножко назад к покраске. Еще раз повторюсь, что непокрашенные элементы всегда проще проверить на качество. К примеру, вот у меня Fender, всем известный. Если его развернуть, гриф сзади, да, клён чистый. Видно, что рисунок равномерный, что дерево подобрано. Если взять дешевую за 10 тысяч гитару, то вы увидите, что могут быть какие-то черные пятна, могут быть откровенно сучки даже. И это все очень плохо. Это говорит о том, что дерево подобрано плохо. И к чему это приведет? Если есть сучок, то это, во-первых, резонанс дерева неправильный. Дерево может резонировать неправильно, не на каких-то частотах вообще, например, не давать звука. Или отразиться на суставе. И к тому же это может привести к изменениям дерева. Потому что структура нарушена, неравномерная. И могут появиться бугры, искривиться гриф, а это очень сложная и дорогая работа. Даже если какое-то затемнение, неравномерность, это может значить, что где-то рядом был сучок, например, там. Ставил ствол дерева, рядышком с этой деревяшкой был сучок. И это тоже может говорить о том, что структура дерева нарушена. И как оно поведет дальше, гораздо сложнее предугадать, нежели если вы видите перед собой подобранную деревяшку. И с таким деревом вероятность того, что что-то произойдет, гораздо ниже. Дальше мы можем проверить, не вылезли лады, ровные ли лады у вас стоят. Это все знают, как делается. Просто проводим рукой. Если царапает пальцы, то значит лады подвылезли. Качество либо... Здесь два варианта. Либо настолько плохо сделали, что даже не подточили, штампанули на станке и все. И гитара пошла. Дешевая гитара, видно. Это первый вариант. Либо второй вариант. Плохо подобранная деревяшка, непросушенная. Сначала поставили лады, было все нормально, проверили. Но потом деревяшка начала высыхать и лады вылезли. Такое может быть. И даже с дорогими инструментами со временем лады могут подвылезти, потому что деревяшка подсыхает, если это инструмент новый. Если это старый инструмент, соответственно, он уже этими болезнями переболел и вероятность этого низкая. Просто уже кто-то сделал наверняка из предыдущих хозяев эту тему, подточил лады. То есть мы обращаем внимание, не вылезает ли лады. Если они вылезают очень сильно, то это плохо. Потому что, во-первых, опять же, качество говорит нам о качестве не очень. А во-вторых, можно пораниться просто, это не всегда комфортно. Поэтому проверяем. Если все окей, то все окей. Далее. Очень важная процедура, которую я рекомендую всем делать. И либо даже если вы не умеете это делать, попросить продавца, чтобы он проверил все лады. Чтобы звучал каждый лад. Просто сыграв хроматическую гамму на всех струнах. Вот таким образом. Что это нам дает? Любой мастер вам скажет, да и обычный человек, что важно, чтобы тон у гитары был везде чистый. Чтобы присутствовал. Если, например, у вас два лада где-нибудь в любом месте звучат на одной высоте, одну ноту дают. Либо просто дребезг, нет тона, нет ноты. Это говорит о том, что, во-первых, либо если одна и та же нота, то высока вероятность того, что появилась на грифе бугор. К примеру, если у вас вот здесь одна нота, или очень сильный треск, или вообще нет нот, то, скорее всего, у вас здесь где-то до этих ладов появился бугорок, гриф неровный. И анкером это не изменить, потому что он будет неравномерный. Если у вас есть бугор, гриф гнуться будет неравномерно. Это не спасет вас. Если это так, то в таком случае это, во-первых, надо идти к мастеру. Во-вторых, нужно снимать лады, выравнивать деревяшку и ставить лады. Лады это расходный материал, они не ставятся два раза. Соответственно, если вы снимаете лады, то ставятся новые. То есть, это замена ладов. Если какое-то искривление грифа, серьезное, бугор. И это стоит в нашем городе 4,5 тысячи сделать, а в Москве плюс-минус 10. Соответственно, кому это нужно, расходы? В таком случае, такой инструмент не стоит никогда брать. И это бывает довольно часто среди недорогих. То есть, это надо проверять. Можно легко нарваться, абсолютно. Говорю как человек, который знает. Можно нарваться, абсолютно. Стоит это проверять. Если просто нота двоит или какой-то треск, но есть высота, нормально все ноты различаются, то это может просто немножко вылез лад. Лад. Это 700 рублей плюс 1000, где у мастера делается. Он просто подровняет лады. Если вам реально гитара нравится, то это можно. Часто можно слышать вопрос, стоит ли менять струны сразу после покупки инструмента на новые. И в интернете распространено мнение, что стоит как бы. Но здесь я не соглашусь. Мне кажется, что, на мой взгляд, по моему личному опыту, струны стоит менять только в том случае, если вы знаете, чего вы хотите, знаете, какой звук вам нужен, вы привыкли к определенной толщине струн. И вы их, если они не такие, то есть смысл поменять. В других, в остальных других случаях нет. Если вы новичок, нет смысла сразу менять струны, потому что они еще звучат на инструменте. Если они не совсем убитые, струны звенят, то они еще послужат вам 3 месяца. Зачем их сразу выкидывать деньги? Можно купить запасной комплект на будущее, но смысла их сразу выкидывать нет. К тому же, я точно знаю, что на более дорогие серьезные модели, фирменные, там, Fender, например, американского производства, ну, какие-то более дорогие серии инструментов, на них ставятся всегда хорошие струны. Чем дороже инструмент, чем хорошие струны ставятся. И часто бывает так, что даже потом найти здесь у нас подобные струны по звучанию сложно. То есть, покупаешь и все равно хуже, чем вот на дорогих инструментах. Поэтому не всегда стоят демонстрационные струны, на самом деле. Бывает, что на хорошие, уважаемые себя фирмы, на инструменты этих фирм ставятся очень даже крутые струны, которые даже найти сложно. Сегодня я максимально плотно уложил, сколько возможно, минимальное количество времени, всю инфу такую супер важную, которая по этой теме. Надеюсь, она поможет вам быть счастливей, поможет вам выбрать правильный инструмент без какого-то там низкокачественного, низкокачественных продуктов, чтобы избежать и более-менее разбираться в том, на что стоит обращать внимание в выборе инструмента, чтобы быть счастливей. А на этом сегодня все. Спасибо, что смотрели. Любви и доброты. Подписывайтесь, все. Следите везде. Социальные сети, как всегда, работают. В ВК-группу заходите. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»